Счёт на секунды. Трёхчасовые тренировки 9 раз в неделю. Ежедневная обязательная дистанция 6 километров. 5 лет непрерывных занятий. И вот она, победа. Заслуженный результат – мастер спорта Российской Федерации по плаванию. В свои 14 Полина Бирюкова получила звание и золото на дистанции 100 метров брасом. А ещё стала первой на дистанции 50 метров и второй на дистанции 200 метров брасом. Три ценных медали привезла севастопольская спортсменка с первенства Южного федерального округа по плаванию. Оно проходило в Астрахани. Были представители от команды спортивной школы ЦСКА и спортивная школа Олимпийского резерва номер один. Выступили мы достаточно хорошо. Полина – это первый мастер спорта России. Россия у нас с 2014 года. Скажем так, первая девочка мастер спорта даже в Крыму. В Крыму есть два мастера спорта. Это симферопольцы Леона Вигордов. И вот у нас появилась теперь девочка. Сейчас Полина учится в девятом классе первой гимназии. Успешно совмещает учебу и тренировки. Делится. Пришла в спорт, потому что любит и чувствует воду. Это не первое соревнование девушки. В прошлом году она получила звание кандидата в мастера. Чтобы доказать, она достойна высокого звания мастер спорта, пришлось много работать. Наверное, для меня это самая сложная дистанция, но вот получилось на 100 метров. Конечно, это как-то самоудовлетворение, то, что я работала, я хотела, у меня получилось. Радость. Конечно, я буду заниматься дальше спортом. И в зависимости от результата будем идти дальше. Тренер Полины – мастер спорта международного класса по плаванию. Успех подопечный связывает с ее талантом и упорным трудом. Полина, помимо того, что она способная, она очень умная девочка. Она слышащая. Способных мало, талантливых еще меньше. А те, кто талантлив и слышит тренера, ну их вообще единицы. Скажем так, вот девочка – это истина. Президент Федерации плавания Александр Гончаров уверен, потенциал у севастопольских пловцов огромный. И Полина Бирюкова – первая ласточка. На сегодняшний день у нас занимается около 300 спортсменов по плаванию. Надеюсь, что в связи с этим радостным событием наши спортсмены поверят в себя, поверят, что это возможно, потянутся за хорошими результатами. И вообще, в общем, плавание в Севастополе, я думаю, выйдет на новый уровень. Сейчас Полина продолжает интенсивные тренировки и готовится выступить на чемпионате России 12 декабря в Санкт-Петербурге. Ирина Варава, Сергей Котляренко. Новости Севастополя.